У нас огромная проблема. Последние два года мы просто тонем. Просим вас помочь нам разобраться в сложившейся ситуации. Помогите. Плохие дороги и связь, коммунальные проблемы, нет автобусов или питьевой воды. О своих трудностях и бедах рассказывали жители со всего края. Собирать вопросы губернатору начали за три недели до прямой линии. Под обращениями подписывались целыми поселками, как в Комарчаге. Там люди ждут фельдшерский пункт. Просьба о помощи пришла от спасателей нескольких муниципальных пожарных частей сразу. Эти письма с подписью начальников и сотрудников пожарных частей со всего Красноярского края. Это даже не просьба, а крик души, я бы даже сказала. Просят сотрудники рассмотреть вопрос повышения заработной платы. На прямой линии Александр Ус заверил, что прибавку к зарплате получат все бюджетники, что не попали под майские указы президента. Это не только пожарные муниципальных частей, но и работники, кадровых служб, бухгалтеры, всего 44 тысячи человек по всему краю. На протяжении 2019-2020 года повышение заработной платы проводилось. И вот, зная об этой проблеме, она не нова, коль скоро занимались мы ей и раньше. При подготовке бюджета на следующий год обсуждали эту тему. И я дал поручение с 1 января следующего года повысить заработную плату тем, кто не подпал под действие соответствующих указов. К их числу относятся и пожарные. Во время прямой линии Александр Ус дал поручение краевым министрам и снял часть антиковидных ограничений. Уже с этой пятницы вновь начинают работать детские игровые комнаты и аттракционы в торговых центрах. Рассказал губернатор и о том, как будут избавляться от вторых смен в школах. А жителям районов пообещал, тем, кому нужны дрова, будут и раздавать отходы лесопиления. И весь прямой эфир в колл-центре не прекращался шквал звонков. 728 звонков за сегодня принял контакт центр. Обращения от жителей принимали до позднего вечера, только по телефону их поступило 2900. Почти 800 пришло на почту. Полтора часа за прямым эфиром с губернатором следил весь регион. Я вступил на те, кто отправил вопрос Александру Усу, как этот мальчик из Красноярска. Мне очень хочется работать в Красноярском метрополитене. Ну и, пожалуйста, скажите, когда я вырасту, будет ли достроено метро? Мы рассчитываем до конца года вот эту актуализированную документацию получить, а в ближайшие месяцы, месяц-два принципиально решить вопрос по финансированию строительства метро. Сегодня по инженерным изысканиям есть положительное заключение, и мы не исключаем реальное начало стройка летом следующего года. Когда он вырастет, он сможет там работать, но свидетелем того, как метро заработает, он станет еще в юном, что называется, возрасте. Ответить Александр Усу успел лишь на часть вопросов, но без внимания не останутся и все остальные. Работа продолжится и после прямого эфира. Обращение, которое прислали жители края, сказал глава региона, обязательно будут переданы министерства и профильные ведомства. Анастасия Тили, Максим Галат, Енисей Новости.